Ребята, всем привет! Я хочу сегодня с вами поделиться списком итальянских песен, которые слушаю сама и по которым можно просто вот учить итальянский язык и получать огромное эстетическое, ну точнее не знаю какое, музыкальное, в общем, неважно, удовольствие. Ну что, вы готовы получить это удовольствие вместе со мной? Тогда поехали! Всем рекомендую песни Элизы. У нее есть очень такие лирические, классные песни, если, во-первых, музыка очень красивая, во-вторых, тексты интереснейшие, богатые, разнообразные слова, выражения разговорные и такие достаточно романтические, поэтические. Также прикрепляю вам, кстати, ссылки на все песни, точнее на те песни, которые нравятся мне. Если вам нравятся какие-то другие песни, вы можете, например, написать Элиза там, Элиза Консоний, и вам выйдут все песни, которые доступны в интернете, вы можете послушать и найти ваши песни, которые нравятся именно вам. Следующий источник классных современных песен – это, конечно же, сборники Sanremo. То есть все песни, которые участвовали в Sanremo, большинство из них становятся такими хитами, если не одного года, то иногда даже двух, трех лет, четырех, пяти, в зависимости от того, какая была песня. Например, мне очень нравится песня «La musica leggerissima», которая заняла четвертое место в этом году на фестивале Sanremo. Кстати, если вам интересно, то я сделала видеоразбор, в котором рассказываю и перевожу эту песню, поэтому не забудьте заглянуть. Следующий певец, которого я очень рекомендую, это Франческо Габбани. Если помните, у него была песня «Occidentalis karma». Я также ссылку вам прикладываю в описании под этим видео. А его песни, они такие, достаточно легкие, современные, но у них такой немножко критический смысл слов, да, такая немножко, может быть, лексика какая-то. Будет немножко трудно начинающим, наверное, но в целом стоит обратить внимание на тексты этих песен, потому как они заслуживают нашего внимания. Несколько лет назад был популярен Марко Мингони. Я, если честно, не помню ни одной его песни, я помню, что мне нравилась какая-то одна песня, она также участвовала в Евровидении, но я вам его также предложу, рекомендую. Можно послушать такой приятный парень, приятный голос, приятные песни. Одна из моих любимейших песен, которая, к сожалению, в прошлом году не попала на Евровидение, потому как Евровидение отменили, это «Diodado» и его песня «Fairumore». Мне очень нравится эта песня, и вообще его песни такие лирические, такие мощные. Также рекомендую вам, если вы хотите изучать итальянский по песням. Следующая музыкальная группа – это «Pinguini Tattici Nucleari». Тактические ядерные пингвины, то есть по-итальянски это также название слушается немножко странно, это такая молодежная группа, которая выстрелила за последние, наверное, пять лет. Они были никому неизвестны, потом они начали, 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 потихоньку раскрутились, но у них такая достаточно манера пения, у певца такая отрывистая. То есть если вы не привыкли и у вас еще начинающий уровень, то может быть будет сложно, но если вы начнете читать текст, то текст на самом деле не такой сложный, но они используют очень много молодежных выражений, сленга, каких-то быстрых ассоциаций. Поэтому если, например, вы к этому не готовы, то лучше сначала перевести хорошо текст, да, почитать его, а потом уже слушать песню, потому что сразу послушав песню, я думаю, что немногие из вас смогут понять, о чем эта песня. Следующий автор – рэпер Капаретса. У него очень такие насыщенные песни, он рэпер, да. У него вообще такая интересная история личная, если вам интересно, можете погуглить, поискать. У него, например, акуфейны, то есть он не слышит, точнее у него свист в ушах, да, когда он слышит, то есть у него такая болезнь, и у него даже есть песни некоторые, где он там говорит про то, что у него вот этот недуг. И по его песням можно учить, но вам нужно обязательно пораживаться текстом, потому что на слух, он как в серепере, да, он читает та-та-та-та-та. Вот, но вы можете, например, тренироваться, тренировать свое произношение, поднимание на слух и повторять за ним. Если вы научитесь повторять за ним, то я думаю, что у вас будет просто отличное произношение в итальянском языке. Если кому-то нравится песня Ligabue, то вы также можете послушать его песню. Кстати, он пел одну из самых моих любимых песен Volente Unulente вместе с Элизой, вместе с первой певицей, о которой я вам рассказывала. Такой достаточно пожилой же певец, у него очень мощный такой хрипловатый голос, достаточно приятно поет. Поэтому для тех, кто любит романтические, лирические песни, рекомендую Ligabue. Ну, конечно, не обойду вниманием группы Maneskin, победителей этого Евровидения. Дерзкие, смелые, роковые. Если вам нравится такая музыка... Кстати, мне вначале не очень понравилась их песня, на самом деле, потому что она какая-то такая была очень роковая для меня, я ее не распробовала. Но потом, послушав ее несколько раз, мне она очень понравилась. Если вам нравится такой жанр, то рекомендую группу Maneskin. Но, внимание, полно сленгов, полно каких-то молодежных выражений, все отрывисто, но так вы сможете лучше понимать носителей языка, если разберетесь в текстах группы Maneskin. Ну и закрывает мой список Laura Pausini. Я ее, на самом деле, я знала, что есть такая певица, но никогда не интересовалась ее песнями. И в этом году я узнала, что она вообще обладательница огромного количества премий, итальянцы ее очень любят. Она также известна в Латинской Америке. Она написала, точнее, спела песню для одного из фильмов, который выиграл много премий, и в нем играет Софи Лорен. И, в общем, очень рекомендую песни такие романтические, лирические, если вам нравятся, и слова тоже достаточно все четкие, понятные, то очень рекомендую песни Laura Pausini. Ну что, ребята, это был мой список из самых любимых песен, которые, как говорится, отрывают сердце. Оставляю вам в описании. Учите, разбирайте и помните, что лучше мучиться и разбирать современные песни, чем смотреть на песни прошлого, хотя они тоже безумно красивые. Я тоже люблю песни Челентано, Мины и так далее, но они немножко несовременные, то есть в них вы не встретите те связочки, те какие-то словечки, которые присущи современному итальянскому языку, поэтому вы, грубо говоря, теряете много информации. То есть вы можете делать что? Можете найти каких-то песов из прошлого, да, и сравнить их тексты с песнями современных авторов. Таким образом, у вас будет более полная картинка. Но если вы будете учить только по старым акторам, то когда вы начнете разговаривать с итальянцами, да, у вас будут какие-то старые книжные, да, то есть все равно, что если бы вы все время читали Толстого и говорили бы сударь, да, в современном русском языке, то на вас бы посмотрели, да, какой сударь. Вот, но хотя это слово вы должны знать, да, если вы хотите владеть русским языком. Ну, так же и здесь. То есть вы можете знать слова из старых песен, но не обходите стороной современной молодежной песни. А, кстати, какая ваша любимая песня? Напишите мне в комментариях, мне очень интересно, сходятся ли у нас вкусы. На этом у меня все. Buon ascolto! Приятного прослушивания, как говорят в Италии. И до следующих видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok